Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Продолжаем рассматривать матч, сыгранный белорусским гроссмейстером Евгением Кондраченко с одним из сильнейших игроков в бразильские шашки Венициусом Дамир. Сегодня мы с вами рассмотрим пятый микроматч из данного матча. Ну и победу в нем одержал Венициус Дамир. Очень красивую победу. Друзья, в данном микроматче встретились интересные продолжения, которые во многих вариантах совпадают с дебютом обратной игры Бадянского, вариант известного ленинградского шашиста Петра Святого. Поэтому данное видео будет интересно как профессионалам шашечной игры, так и любителям. Друзья, сначала рассмотрим очень красивую вторую партию из этого микроматча, а затем первую. Соперникам выпал следующий дебют. ЕДИ-4, ФГ-5, ГХ-4. Ну, здесь обычно в этой позиции черные играют либо ДЦ-5, либо БЦ-5 с интересной игрой. А иногда отвечают ЕФ-6. Здесь тоже создаются интересные варианты. И белые, согласно жеребьевке, ответили ФГ-3. Обязательный ход. Во второй партии Венециус Домир, игравший черными, ответил точно ФЕ-7. Вернее, в первой партии. А во второй партии Евгений Кондраченко попробовал отойти от теории и сыграл БА-5. В данном случае это плохо. Венециус Домир, игравший белыми во второй партии, точно ответил ДЕ-5. Ну, и как бы черные здесь не били, все равно создается вот такая позиция. Ну, и здесь, возможно, надо было как-то меняться ЖФ-6. У черных связка, но там были шансы на ничью. А вот после СД-6 черные практически проигрывают эту позицию. Почему? Белые бьют на С7. Ну, после того, как черные бьют на Д6, бьем на Ф6. После всех разменов играем АЖ-3. Ну, ход ФЖ-7 здесь практически вынужденный. Белые, видите, простреливают большую дорогу. После ФЖ-7 белые играют ДЕ-3. И, друзья, видите, здесь уже ход АБ-6 невозможен из-за элементарной комбинации. Отдаем одну, затем вторую, третью и проходим в дамки с выигрышем. То есть, так играть нельзя. Видите, друзья. А из-за этого у черных здесь создаются большие проблемы. Приходится играть ЖФ-6 и белые играют БЦ-3. Похоже, данную позицию Венециус Дамир хорошо знал, проанализировал ее на компьютере. Здесь единственный шанс на ничью есть после хода АЖ-5. Именно так сыграл Евгений Кондраченко. Этот ход выглядит уже жестом отчаяния. Но, на самом деле, здесь еще есть какие-то шансы на ничью. После хода ДЦ-7 здесь уже никаких шансов нет. Все быстро заканчивается. Но АБ-6 снова нельзя из-за такой комбинации. Естественно, так нельзя. После ДЦ-7 белые играют ЕФ-4. Ну и как бы черные не играли, здесь у них плохо. Если черные играют АБ-6, тогда белые играют ЦБ-2. Ну и на ход АЖ-7 просто играем ЖФ-2. Надо играть ФГ-5. Отдаем шашку. Затем вторую. Прорываемся в дамки. Ну и легко выигрываем. Если же черные играют ЦБ-6 в этой позиции, тогда играем ЕФ-2. Ну и на ход БЦ-5 точно отвечаем БЦ-3. Остается играть АЖ-7. Ну тогда играем ЦБ-2. И на ход АБ-6 играем ЖФ-2. Как видите, черным ничего не остается. Другого, как жертвовать шашку. Но здесь все очень быстро заканчивается. У белых легкий выигрыш. Можете проверить сами. Поэтому Евгений Кондраченко в этой позиции сыграл АЖ-5. Ну естественно, белые сразу же вяжут левый фланг черных. Ну и черные пытаются как-то закрепиться в центре. ДЦ-7, ЕФ-2. ЦБ-6, ФЖ-3. В этой позиции мы смотрели с Иваном Смурковым в прямом эфире данный матч. Иван предложил здесь интересный ход ДЦ-5. Похоже, именно так и надо было играть. Ну и здесь Иван потом планировал, запил их вот такой вариант. АБ-4 и ФЖ-3 с выигрышем. На самом деле здесь черные все-таки могут уравнять позицию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за черных. Ну естественно, после БЦ-5 белые выигрывают. Вот таким разменом. Ну и здесь ничьи нет за черных. А к ничьей неожиданно вела вот такая жертва. ЕФ-4 побили. Ну и на ход АЖ-3 играем БЦ-5. ЖФ-4 нет из-за ЦБ-4, поэтому приходится нападать ЦД-4. Тогда черный играет АБ-4. Ну и на нападение уже есть присоска ЦД-4. Лучше бить в эту сторону. Ну и здесь все очень быстро заканчивается ничьей. ЦД-6 и ЕФ-2. ДЦ-7 ставим... Прошу прощения. На ЦД-6 играем БЦ-3 лучше. И на ДЦ-7 играем ЦД-2. Белые ставят дамку. Черные также ставят дамку. И на нападение закрываемся. Надо жертвовать. Ну и партия заканчивается ничьей. Поэтому в этой позиции Евгений ответил АЖ-5. Ну и белые сразу же вяжут левый фланг черных. Естественный ход. И на ход ДЦ-7 белые отвечают ЕФ-2. Дальше последовало ЦБ-6 и ЖХ-2. Точный ход. В этой позиции Евгений Кондорченко ответил БЦ-5. Ну и здесь все очень быстро закончилось. Белые играют ФЖ-3. Грозят выиграть шашку ходом ЖФ-4. Евгений пожертвовал. Сыграл ЕД-4. Белые точно отвечают СД-2. Ну и здесь после СД-4 еще последовало АБ-2. И на ход АЖ-7 АБ-4. Здесь Евгений сдался. Здесь никаких шансов на ничью нет. Между тем в данной позиции у черных был ход ДЦ-5. Ну и видите ФЖ-3 нельзя. Так как после разменов у черных будет не хуже. Мы данную партию смотрели с мастером Иваном Смурковым в прямом эфире. И здесь Иван предложил интересную жертву за белых АБ-4. Ну и затем играть ФЖ-3. То есть если черные играют БЦ-5, тогда уже белые после такого размена празднуют победу. Все логично. Но в данном случае все-таки у черных была ничья. Надо было точно пожертвовать шашку ходом ЕФ-4. То есть у черных лишняя шашка. Они ее отдали обратно. Ну и после АЖ-3 пойти БЦ-5. Хода ЖФ-4 нет из-за СБ-4. Поэтому приходится играть СД-4. Ну и после хода АБ-4 и размена приходится играть ЖФ-4. Ну тогда у черных уже никаких проблем нет. Следует присоска СД-4. Белом лучше всего бить на С5. Ну и после размена обе стороны устремляются в дамки. БЦ-7, СД-2. Белые ставят дамку. Черные также ставят дамку. Ну и после нападения и размена партия заканчивается ничьей. В принципе все логично. Но у белых здесь был выигрыш на самом деле. То есть АБ-4 ведет лишь к ничьей из-за показанных вариантов. А белые могли провести вот такую комбинацию. То есть отдали 3. Забрали 3. Ну и белые здесь легко побеждают благодаря связке левого фланга черных. То есть видите друзья у белых 2 шашки. Контролируют 3 шашки черных. А на этом фланге у белых также 3 шашки против 2 шашек черных. Ну и здесь все быстро заканчивается. Например. Так-так. Так-так. Так. И белые проходят в дамки. Если же черные играют АЖ-7. Тогда АБ-2. Ну и на ход Ж-6. БЦ-3. Остается играть только БА-5. Тогда играют БЦ-5. Ну и также белые выигрывают легко. Очень красивую победу одержал Венициус Дамир в данной партии. Ну а сейчас мы рассмотрим первую партию. В этой позиции черные точно ответили ФЕ-7. Как мы уже убедились БА-5 играть плохо. После ФЕ-7 белым лучше всего отвечать ДЕ-3. Именно так ответил Евгений Кондраченко. Ну и в этой позиции черным надо играть БА-5. Как было в партии. А вот ход БЦ-5 здесь уже плохо. Вот такой размен. На одном из стримов на канале Все о шашках. С турнира мастеров. Я помогал комментировать данные партии. Играл мастер из Одессы Владислав Нанн. Здесь я посоветовал Владиславу такой размен. Перепутал позиции. То есть в этой позиции данный размен уже практически проигрывает. Мы играли как раз против гроссмейстера Евгения Кондраченко. Ну и Евгений нас здесь быстро, что называется, причесал. Он ответил точно ЖФ-4. И, друзья, видите, нет такой развязки СД-4. Потому что белые бьют неожиданно на поле С5. И как бы черные не били, здесь у белых выигрыш. То есть если черные бьют сюда, тогда белые бьют на Е3. Ну и здесь все быстро заканчивается. ЕД-6, АБ-4 точный ход. То есть в позициях со связками важно владеть полем А5. Кто им завладеет первое, у того и преимущество. Ну и здесь после ДЕ-5 там белые связывают прочно. Левый фланг черных. Там никаких шансов на ничью нет. А после СБ-6 просто нападаем. Надо размениваться. Белые играют БЦ-3. Ну и после хода БА-5 играем АЖ-3. Как бы черные здесь не играли, здесь у черных проиграно. То есть на ход БЦ-7 играем АБ-2. Надо нападать. Размениваемся вперед. Ну и на ход СД-6 либо СБ-6 просто играем АБ-4. Черным некуда ходить. Поэтому у белых легкий выигрыш. Если же черные в данной позиции пытаются пожертвовать шашку, то играем АБ-2. Ну и на такой размен играем БЦ-3. Затем постепенно проводим шашку С5 на А7. Ну или АБ-6 сперва играем. То есть занимаем шашками вот такое положение. Жертвуем. Ставим дамку. Ну и постепенно выигрываем. Поэтому Венициус Дамир правильно в этой позиции ответил БА-5. В этой позиции у белых есть несколько вариантов ответа. ЖФ-4, АБ-4. Ну наиболее принципиальный ход здесь АБ-4. Ну и у черных также есть несколько ответов. АБ-6 и ход ЖФ-4. Сперва рассмотрим ход ЖФ-4. Как случилось в партии. После разменов Евгений точно отвечает ЕФ-2. Ну и в этой позиции у белых есть некоторые преимущества. Венициус Дамир точно отвечает АБ-6. Ну и после размена белые идут БЦ-5. В этой позиции практически проигрывает ход БА-7. Данный ход встретился в партии Юдас Сага. Сыгранный еще в далеком 1980 году. И мастер Юдас одержал в этой партии очень красивую победу. Я кстати тоже встречался с мастером Юдасом за доской. Мы с ним играли в Адлере. То есть я поехал на чемпионат России по русским шашкам. Но меня не допустили из-за того, что я жил не в отеле предложенным руководством Федерации шашек России. Меня за это отстранили от турнира. Но все-таки я встретился с известными мастерами. Как раз вот Юдасом и Валерием Евгеньевичем Сафроновым, который меня познакомил с этим мастером. Очень я благодарен ему за это. И мы сыграли очень много интересных партий. В этой позиции правильно отвечать ФЕ-3. Именно так сыграл Венициус Дамир. А вот БА-7 уже плохо. Белые играют СД-2. Ну и на такой размен белые идут в дамки ходом СД-6. Черные сопротивляются. Но здесь у белых есть очень красивый выигрыш. То есть в эту сторону бить бесполезно. Черные сыграют ЕД-4. Но после того, как белые побьют, черные играют ЕД-4. Допустим, побили, 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 побили. Ну и здесь партия, скорее всего, закончится ничьей. Но у белых есть неожиданный выигрыш. Надо побить точно на поле Б-8. Черные играют Б-3. Кажется, что ничья неизбежна. Но белые неожиданно отвечают СБ-4. И после того, как черные бьют две шашки, белые отвечают АЖ-3. Наиболее простой выигрыш. И бьют дамкой на С-1. Ну и легко побеждают в этой позиции. Ну, в данной позиции Венециус точно ответил Ф-Е-3. Белым лучше всего бить в эту сторону. И после разменов у белых сохраняется некоторое преимущество. Далее в партии последовало АЖ-3, ЖФ-6. ЖФ-4, ЦД-6. Евгений играет ЦД-2. Ну и на ход АЖ-7 Евгений здесь нападает ДЕ-3. Ну, ход обязывающий, на самом деле, может быть, здесь уже как-то следовало сыграть по-другому. Например, БЦ-3 разменяться или ФЕ-3. После хода ДЕ-7 преимущество уже у черных. То есть, после размена здесь также, возможно, следовало сыграть Ф-Ж-3. Ну и затем уже Ф-Ж-5. То есть, видите, у черных очень неудачно расположены шашки левого фланга. Ну, Евгений поторопился в этой позиции и сыграл Ф-Ж-5. Здесь у черных уже огромное преимущество. Венециус Дамир сыграл Ж-6. Надо играть Б-3. Другого нет. И белый играет Ф-Е-5. Ну, все сходки здесь в пользу черных. То есть, они грозят пройти в дамки ходом Ф-Ж-3. Поэтому Евгений здесь благоразумно жертвует шашку и играет А-Ж-5. Но все-таки преимущество черных сохраняется. Они же снова жертвуют шашку и играют Е-Д-4. Евгений играет А-Б-2. Ну и после хода Д-Е-3 в этой позиции Евгений Кондраченко ошибся. Что могло привести к печальным последствиям. Евгений сыграл Б-Ц-3. И Венециус Дамир пожертвовал шашку и поставил дамку. Евгений Кондраченко играет С-Д-4. Ну и в этой позиции у черных был закономерный выигрыш. Для этого надо было точно сыграть дамкой на А-Ж-2. В партии Венециус сыграл Б-Ц-7. И дал Евгению возможность достичь ничьей. То есть, Евгений пошел Ж-6. Надо играть Е-6. Но у белых здесь есть неожиданный ход Д-Е-5, ведущий к ничей. Как бы черные не били, но лучше всего бить таким образом. Белые достигают ничей. Именно так и было в партии. Интересно продолжение. Но давайте рассмотрим выигрыш за черных. Как Венециус мог победить и в этой партии. То есть, в этой позиции вместо Б-Ц-7 этот ход выпускает выигрыш. Надо точно пойти дамкой на поле А-Ж-2. Черные грозят зайти в любки и выиграть эту позицию. Поэтому белым надо играть Ж-6. Теперь черные играют Е-6. Ну и здесь как бы белые не играли, у них плохо. А-Б-4 нет из-за Ф-Ж-5 банального. И черные побьют три шашки. Поэтому остается играть Д-Ц-5. Теперь черные делают хитрый ход А-Ж-3. То есть, видите, ловить дамку нельзя. Так как черные выиграют с помощью оппозиции. У белых нет ни одного хода. А если белые играют Е-Д-4, то черные снова делают хитрый ход Ж-Ф-4. То есть, видите, снова на такой ход мы будем не шашкой бить, а именно дамкой. И снова все заканчивается оппозицией. Поэтому остается играть только А-Б-4. Ну тогда черные играют Б-7. Ну и просто отрезают белых от похода в дамки по верхнему двойнику. Легкий выигрыш. А наиболее точная ничья в этой позиции... То есть, Б-Ц-3 этот ход проигрывающий. Надо было играть именно Ж-А-6. Соперники обменялись, что называется, любезностями. Черным лучше всего пожертвовать и поставить дамку. Ну теперь белые точно играют Е-Д-4. Ну и куда бы черные не били, допустим, на С-5, белые играют А-Ж-7. Надо жертвовать шашку. И играть на поле Е-7. Ну тогда белые жертвуют две шашки. И все-таки прорываются в дамки с ничьей. Ну и друзья, бонусом давайте рассмотрим попутно партию, сыгранную гроссмейстерами Норрелем и Александром Шварценом. Александр Шварцен, он играющий черными, в этой позиции пошел А-Б-6. Тоже интересный ход на самом деле. И гроссмейстер Норрель здесь ответил Б-3. Этот ход, я считаю, неточностью. Все-таки лучшее продолжение в этой позиции ход Ж-Ф-2. Так, прошу прощения, С-Д-2 именно. А вот после Б-А-3 у черных есть интересный вариант, где они захватывают преимущество. То есть партии далее последовало Ж-Ф-4. После перебоев белые играют С-Б-2. Наиболее простой ход, ведущий к ничьей. Ну и черные здесь размениваются ходом Ф-5. Далее в партии последовало С-Д-4, другого нет. И Александр Шварцен неожиданно побил шашкой А-5 на поле С-3. После разменов черные жертвуют время на шашку и нападают сразу на две, грозя выиграть эту позицию. Но все-таки ничья у белых в этой позиции есть. Надо пойти Д-Ц-5 и затем сыграть Ж-Ф-2. Именно так и было в партии. Затем играем Ф-Е-3 и отыгрываем шашку. Далее последовало Б-Ц-7, А-Б-4 и Д-Е-7. Ну и в этой позиции гроссмейстер Норрель ошибся, что называется, на ровном месте. Ничей ввел ход Б-Ц-5. Тут никаких проблем у белых нет. То есть черным лучше всего сыграть Ж-А-6. Тогда мы играем А-Ж-3 на А-Ж-7, Ж-Ф-4. Ну и после размена назад играем А-Б-2. После нападения, ну естественно, отходить нельзя. Остается играть Б-А-3. Черным надо играть Е-Д-6. И партия заканчивается ничьей. Но гроссмейстер Норрель в данной позиции ошибся. Сыграл А-Ж-3, кстати, после длительного раздумья. И здесь у черных есть красивый этюдный выигрыш. Нападаем на шашку. Надо жертвовать, другого нет. И белые пытаются прорваться по правому флангу черных. Несмотря на прорыв, все-таки здесь черные выигрывают. Точный ход Ф-Ж-5. Надо нападать, иначе черные останутся с двумя лишними шашками. И точный размен. Только эти ходы ведут к выигрышу. После А-Б-6 играем Ф-Ж-3. Снова единственный ход. И на Б-Ц-7 здесь уже можно сыграть либо Е-Ф-4, либо Ж-Х-2, как было в партии. Белые ставят дамку на Д-8. Ну и здесь черным важно сыграть Е-Ф-4. Только этот ход ведет к победе. То есть сразу же ставить дамку нельзя. Так как белые отсекают шашки черных. Ход похода в дамки по нижнему тройнику. И здесь будет только ничья. А вот после Е-Ф-4 уже здесь ничьей нет. Белые пошли дамкой на Х-4. Черные ставят дамку... Прошу прощения. Черные играют Ф-Е-3. Грозят провести вторую шашку в дамке. Белым надо препятствовать этому плану. И черные теперь ставят дамку на Ж-1. Белым остается играть только А-Б-2. Черные играют дамкой на Ж-2. Белые играют Б-3. И черные аккуратно уходят дамкой на Б-8. После А-Б-4 черные играют Б-7. Ну и на ход Б-5 занимаем большую дорогу. И перекресток большой дороги. И нижнего двойника. Ну и на любой ход белые дамки. Черные проводят вторую шашку в дамке. Затем проводят третью шашку. Строят боевую позицию. И легко побеждают. Именно так и было в партии. Ну друзья, все-таки в этой позиции вместо Б-3 лучше играть С-Д-2. И здесь создаются интересные построения за обе стороны. Черным лучше всего Б-7 сыграть. То есть стоит угроза. Надо закрываться. Ну и в этой позиции лучше не меняться подобным образом. Так как там создаются сложные позиции. Все-таки я бы считал более предпочтительные для белых. А ничья простая есть после вот такого размена. Теперь белая игра от Ж-4. И черные уравнивают позицию вот таким разменом. Бьем сюда. Сюда. Ну единственный бой сюда. Теперь черные бьют на С-3. И белым лучше всего побить на Б-4. Черная игра от С-Д-6. После двойного размена игра точно Б-C-5. Ну и лучшее продолжение здесь за белых все-таки переходить вот в такой Н-шпиль. Отдаем две. Забираем две. Ну и создается равный Н-шпиль. Друзья, если вам понравился данный видеообзор, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры сделал DimaTorzok